На этой хоккейной площадке на окраине Москвы регулярно собираются поклонники велосипедного пола. Этот вид спорта популярен во многих странах, но в России пока известен мало. Правила просты. Вместо лошадей – велосипеды. Играют три на три. Используют войлочный мячик и клюшку в виде палки с деревянным молотком. К велосипедам особых требований нет. Главное – манёвренность и прочность. А вот научиться играть в велополо непросто. Сложность в том, что надо совмещать координацию, то есть работа клюшкой, и физическую активность, когда ты едешь на велосипеде. Надо связывать эти два сложных процесса. Это как жонглирование, можно сказать. Одновременно покусывая яблоко. Непредсказуемый вид спорта. Меняется всё каждую секунду. Мяч у тебя, в следующую секунду он залетел уже в твои ворота. Хотя вы были на чужой площадке. Драйв в том, что ты выполняешь невероятные движения на велосипеде с клюшкой. Держать за велосипед только одной рукой. Драйв от скорости и от того, что вокруг тебя всё меняется. Некоторый такой танец на велосипеде. Иногда танец болезненный, потому что это контактный вид спорта. Игроки стараются быть осторожными, но всё равно часто сталкиваются друг с другом и падают. Поэтому защита тела необходима. Положительные впечатления. Ну, конечно, я, наверное, за последние минут 20 упал больше раз, чем за последние полгода на велосипеде своём. И для меня это реально новое тем, что такое ощущение, будто это какая-то смесь хоккея и пола. В Москве с 13-миллионным населением насчитывается не больше 30 человек, уверенно играющих в велосипедное поло. Однако игроки надеются, что однажды в России этот вид спорта станет популярным. Велополо изобрёл в конце 19 века ирландский велогонщик и журналист Ричард Джеймс Мэкреди. Вскоре этим видом спорта увлеклись в Великобритании, а потом и в других странах. В 80-х годах прошлого века главными державами велополла стали Индия и США.